Ну что, начинаем девятый урок бесплатной довоенной подготовки. Сегодня у нас огневая, топография, первый урок. И закрепляем оказание первой медицинской помощи непосредственно искусственное дыхание. Пойдем. Разбираемся в строю. В субботу день человека с ограниченными возможностями. Поэтому как раз будет приглашен ветеран второй чешской компании, бывший военнослужащий 45-го воздушно-десантного полка. Это полк специального назначения. В прошлом был капитаном паралимпийских игр по слэш-хоккею. Его урок предназначен для общения живого с вами. Ну, почему-то по опросу не все как бы... Для них это какая-то опаска. В любом случае, с такими людьми нужно общаться, потому что для них жизнь не потеряна. И в любом случае, ваша энергетика, желание ваше что-то узнать про него, а он ерунду не расскажет, это будет, наоборот, очень хорошо. Так, сегодня три учебные точки, три учебных часа по 35 минут. Здесь проводим огневую подготовку и добьем сегодня задержание. Алексей Сюмеда, сегодня он с вами закрепит материал искусственного дыхания. И третья точка у нас сегодня будет топография, изучение. Работаем, поближе, поближе. Перехожу, перехожу влево. Антон, слишком сгортый, короче, вперед идет. И здесь, как ты идешь, смотри. Нога, вот, вот, ступа, стопня. А ты вот так. Перехожу влево. Перехожу влево. Перехожу влево. Перехожу влево. Смотри, зачем толпишься за него, если можно... Перехожу влево. За два человека, минимум. У террористов слов всегда рядом. Ты террорист. Расстояние безопасно. Команда понятна, четкая, чтобы противник мог слышать вашу речь, что вы хотите. Первая команда. Руки вверх. На колени сел. Руки поднял. Обращаю внимание, ты должен делать только то, что я тебе скажу. А не то, что ты уже знаешь, как ложиться. Вот все, винти меня, я твоя, понимаешь? Такого не должно быть. На живот ложись. На живот. И старайтесь себя, смотри, стоп, стоять, обратно. Старайтесь стоять не чуть прямо, а всегда чуть-чуть сбоку. Потому что тут одна маленькая цель, образно говоря, когда он вляжет, тут большая цель, и вы контролируйте все. Вы же не видите, что у него за задница. И не говорю, что вот так вот, да? Чуть-чуть сбоку, чтобы контролировать его. Ложитесь в живот, руки вперед. На живот, руки вперед, выпрямились. Ноги вместе. Руки убрал назад на ягодицы. Быстрее, 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 быстрее на ягодицы. В локтях сожми, голову повернул направо. То есть от вас вдаль. Если вы постараетесь вот так вот схватить, чтобы он руки не выдернул, выдерни руки. Все, понимаете? Поэтому тут даже я советую ручку подбить. Вот так, он может не вырваться, да? Вот так вот сделать, вот так. И сразу колено под его плечо. Вот, на радость и руках, так. Понятно. Потом стол. Улетаться, что он у вас. На короткий сразу обращаем внимание. Всегда вот таким движением подбираем локтей. И движение чуть вперед, чтобы ему было больно. Больно? Не чувствуется? Чувствую. А. Предположим, наручники надели. Дальше, витация такая. А быстрее. А быстрее мы в следующем образом. Перевернули. Всегда делается не вот так, а вот. Щупаем прям. Понятно? Он уже у вас будет в бронежилете. Если он будет в бронежилете, то бронежилет надо снять. Желательно прям аж. Ну, не до трусов смотрите сами. Все зависит от ситуации. Щупаем. На один бок. Потом на другой бок. Щупаем. Потом. У него наручники здесь. Берем вот сюда вот так. Ноги согнул. Согнул ноги. Ближе к себе колени. Опорной ножкой вот сюда встаем. Чтобы он уперся. Предположим, ты жестко держишь, потому что у тебя наручники. Да? И поднимаем. Поднимаем. Здесь движение вот сюда. Понятно, автомат у вас по идее должен быть за спиной, но у нас сейчас. Ни в коем случае никто так оружие никогда не оставляет. У нас ремней нет. Когда будут ремни, у кого ремни есть, сразу тренируем, убирай коза. Понятно? У нас осталось 10 минут. Тогда не встаем, да? Ну, я бы не советовал, наверное. То есть на одиночку. Не советовал. В любом случае, еще раз, ляг. В любом случае, если он начинает какие-то действия, быстро, давай, вырывайся. Вырывайся. Все, отскакиваем, и мы им все распрыгнем. Это задача. Пробуем. Руки сюда. Полу направо. Руки в руку. Вот это вот конек. Получилось. Ага, вот так вот жестко. Ну, типа, да, быстро. Ну, вот так вот. Руки поднял. Выше. На колени. На колени. Маши суки вперед. Быстрее. Быстрее. Движение идет вот так, на левую сторону. Руки находятся здесь. Дальше меняем сначала рука, которая на цевье. Берем ее. Если вы возьмете вот так, у вас автомат опустится. Берем на цевье, это перекладываем и целимся. Потом переносим сюда. Рука идет на цевье. Переходим сюда и целимся. И все это делается постоянно, чтобы наработать мышечный память для следующего упражнения, которое будет в двойке. Вот. Пришли. Вот. Перешли. А где палец зашел? На рукоятке тоже. Работаем, что стоит? На живот, быстрее. Руки вдоль. Руки вдоль тела. Да, есть. Руки назад. Так, стоп. Внимание. Кушаем сюда внимательно. Вспоминаем, команда разрядить оружие. Снимаем магазин. Пока не надо, я повторяю. Снимаем магазин. Снимаем с предохранителя. Левой рукой. Посмотрели. Выстрел. На предохранитель. И затворная рана положили. Это команда разрядить магазин. Пробуем. Быстрее. Быстрее. Увеличивается частота нажимания на грудь и подача воздуха. Потому что, если вы один, вы не можете быстро все это осуществлять. Поэтому, как говорили, когда человек занимает, например, фрегатор своего помощи, они это делают все быстро. Вы видели, что они там, они за фирмом смотрели, что они там делают все быстро. И второй осуществляет это, подача кислорода. Вы, когда находитесь один на улице, вы не можете все сразу сделать. Вам нужно на это все время. Соответственно, у вас уменьшается регулярность этого всего происходящего. Вы, оказав давление в дубную клетку, вы уже не будете ее бросить, как минимум, подняться, либо весело. Вся компенсация происходит где-то в процентном соотношении 50% от максимума. Если, к примеру, оно было вот таким, да, то как раз, если мы вот эту часть урезаем, удаляем, то компенсируется она, опять же, максимум, максимум 50%. Полость, которую вы теряете. Соответственно, так же человек может жить без легкого синтрома полностью. Соответственно, нам тоже придется принимать лекарственные препараты, для того, чтобы помогать кандаловым органам работать полноценно. Люди спокойно с этим живут, ничего страшного нет. Соответственно, единственное, вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять или издалять самому себя. Давайте немножко времени есть, можете попробовать. Пожелаю. Друзья, почему уже не подправили? Они сходят на секунду. Вот, 2 см. Вот, 2 см. Все, смотрите. Полтора, 2 см. Давайте, как раз, вы попробуете. А пробежутки, да? Секунда, полторы. Да, секунда, полторы. Нет, правильно. Смотрите, руки должны быть целиком, полностью прямыми. По поверхности нашего земного шара распластали на 6-градусные зоны. Если они 6-градусные, то сколько будет зон? Если у нас шар 60. 50 на 6. Правильно. Значит, 60-6-градусные зоны. Каждые координаты в зоне, так и называются, зональные, в каждой зоне будут, в этой зоне свои координаты, в этой зоне свои. То есть, география работает на всем полюсове земного шара, в такую главную величину. Когда вы ткнули, там и будет. Здесь же координаты плоские прямоугольные, они зональные. Чтобы понимать, где вы находитесь, сначала вы обозначаете номер зоны. Я вам сейчас объясню, как это происходит. Чтобы исключить отрицательное значение по х, у нас же не может быть отрицательное значение. Вот здесь. Это просто. Мы отмеряем х. Либо к северу от акватора, либо к югу. Соответственно, вот будет сюда расти, сюда расти. Как понять это по карте, я вам потом покажу. Если у вас километровая сетка растет вверх, значит, вы находитесь в северном полушарии. Если она у вас вверх убывает, а вниз растет, значит, вы находитесь в южном полушарии. Это все просто. Это будет видно уже наглядно на рабочий картиш. В любом случае, по огневой мы каждый раз даем что-то новое. Даже основная группа, если вы думаете, что вы здесь вообще все, что возможно, именно вот здесь изучили, неправда. Фантазии у меня хватит с моими друзьями, чтобы вам что-то больше дать. Мы ведем учет. Объясню, для чего я веду учет. Потому что станет вопрос практического момента, он будет прямо скажет, все, в субботу выезжаем на праздничку. И выезжают только те, которые походили три или четыре и более занятия. Всех остальных не допущу. Ну, не объясните. Говорю, как не допущу. В принципе, все.